Вопрос. Недавно умер мой отец. На протяжении своей жизни он оставил много молитв. Он умер в возрасте около 65 лет. Можно ли раздать милостыню за его пропущенные молитвы? Я прошу вашего совета в подсчете оставленных молитв и размера милостынь, которые я могу раздать за каждый день, в котором он оставил молитву. Например, если от возраста его смерти отнять 15 лет, то значит он оставлял молитву на протяжении 50 лет. Если 50 умножить на 365 дней, то мы получим, что в течение 18250 дней он оставлял молитву. Я буду очень признателен вам за вашу помощь в ответе на этот вопрос. Ответ. Хвала Аллаху. Вся хвала Аллаху. Ученые разногласили в отношении положения человека, оставлявшего молитву из-за пренебрежения и лени. Наиболее достоверное мнение, что подобный человек считается неверующим. Если было установлено, что человек, оставляющий молитву, является неверующим, то не дозволено от его имени раздавать милостыню, поститься и совершать паломничество. Постоянный комитет был спрошен. Правильно ли просить прощения и давать милостыню за того, кто умер и при жизни оставлял молитву? Или за того, кто иногда молился и иногда нет? Можно ли присутствовать на его похоронах и хоронить его на мусульманском кладбище? Он ответил. Человек, оставляющий молитву, отрицая ее обязательность, является неверующим, по единодушному мнению всех ученых и джума. Человек, который оставлял молитву из-за лени и пренебрежения ею, согласно наиболее достоверному мнению, также является неверующим. Поэтому за человека, который умер и при жизни оставлял молитву, намеренно нельзя просить прощения, давать милостыню, присутствовать на его похоронах и хоронить на мусульманском кладбище. Так как пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Договор, который между нами и ими – молитва. Кто оставил ее, стал неверующим». Этот хадис передал Ахмад, Абу-Дауд, Ат-Тирмизи, Ан-Насаи и Ибн-Маджа с достоверной цепочкой передатчиков. Также он, мир ему и до благословения Аллаха, сказал «Между человеком и между неверием и многобожием оставление молитвы», – приводит муслим. Постоянный комитет по научным исследованиям и фетвам, члены комитета – шейх Абдул-Азиз ибн Бас, шейх Абду-Разах Афифи, шейх Абдуллах ибн Гудейн и шейх Абдуллах ибн Куд. Если же ваш отец не знал об обязательности молитвы или следовал мнению ученых, которые считали, что человек, оставляющий молитву из-за пренебрежения ею, не является неверующим, то надеемся, что Аллах простит ему. В этом случае мольба за него, просьба у Аллаха о прощении и милостыне от его имени принесут ему пользу, а Аллаху ведомо лучше.